Всем привет! Меня зовут Алена и спасибо большое, что находитесь на страницах моего канала. И в этом видео мы будем пробовать сделать макияж с помощью самой популярной и продаваемой косметикой на Алиэкспресс. Ну что, давайте уже приступим. И первое, с чего бы хотелось начать, это, конечно же, тональная основа. И в данном случае я покажу вот такой вот продукт, который называется BB Cream от фирмы Music Flower. Это та фирма, которая на Алиэкспресс, как по мне, делает самые идеальные подводки для глаз. В общем, вы, скорее всего, их помните. Они отличаются не только по цветовой гамме, но и подбираются по типу кожи. И, соответственно, у них у всех разный дизайн упаковочки. У этого BB Cream на первом месте в составе стоит вода. Что же нам дает то, что в основе BB Cream у нас идет не масло увлажняющее, а вода? Все дело в том, что сам продукт, конечно, будет сложнее наноситься, потому что он не так скользит по коже, как масло. Его нужно двигать, двигать силой. Ну, это, конечно, я преувеличиваю, но, тем не менее, нужно будет заморочиться с растушевкой. Кистью вы не нанесете, так как продукт плотный, он будет полосить. Поэтому наношу я всегда его пальчиками. BB Cream быстро садится на кожу, частично впитывается и подстраивается под ваш цвет. Как видите, сейчас у меня слегка покрасневшая кожа и с выравниванием цвета он справляется на ура. В общем, этот продукт определенно подойдет девочкам с чувствительной кожей, с сухой кожей и даже с комби-кожей. Я, честно говоря, уже давно его инвестирую, месяца два, наверное, причем использую каждый день на работу. Сейчас это мое любимое средство. Она легкая, нелесомая, покрытие красивое, но, к сожалению, не совсем стойкое. Как и любое увлажняющее средство, со временем, через часа 4-6 начинает исчезать с лица, впитываться, ползти. В общем, не знаю, куда он одевается. В итоге у меня в конце рабочего дня как будто на лице ничего и не было. Переходим мы, естественно, к бровям, потому что в последнее время они у меня уж очень лысые. Я выбрала вот такой вот карандаш, который называется White Lover Lotus серия. Я, не знаю, правильно ли я подобрала цвет. Еще не пробовала, не знаю, что это за продукт. Сейчас будем вместе тестировать. Известно вот эта вот их форма карандашей, треугольник. Кстати, очень удобно, как по мне. Цвет, наверное, все-таки тепловат. Опять-таки, да, он слишком коричневый. Вот он такой. На этот раз цвета мне не угадала. Ну, хотя бы оценим его качество. Очень быстро оформляет мне брови, реально пару секунд и все готово. Хорошо переносит цвет, довольно жирненький такой. Легко переборщить, поэтому очень аккуратно, даже без растушевки, дает довольно такой интенсивный оттенок. Брови очень красные, рыжие, в общем, это отвратительно. Исправлять ситуацию я буду уже полюбившимся мне карандашом, который тоже, кстати, из Алиэкспресс, но который идеально подошел мне по цвету, который идеально подошел мне по пигментации, по свойствам растушевки и так далее. Это вот такой вот милейший карандашик от Fairy Girl в оттенке номер 4. Он у меня пепельный, идеально подходит под мой оттенок волос. И вот для сравнения два разных оттенка карандаша. Один вот этот, который сейчас на мне, коричневый, и второй, который мне нужен. Вот такой вот пепельный. Ну вот, вот так, мне кажется, намного лучше. И давайте уже приступим к макияжу глаз. И сейчас я вам хочу показать еще одну свою гениальную находку на Алиэкспресс. Это вот такая вот палетка теней. Я думаю, вы догадались, какой популярной палетке эта реплика. Палетка состоит из 12 натуральных матовых оттенков, которые просто идеальные для ежедневного макияжа. Если меня спросят, какую базовую палетку теней, недорогую, качественную, которые хорошо растушевываются, которые пигментированную, которые носибельные, нежлобские оттенки, ты можешь порекомендовать. Я скажу определенно вот эту. У нас здесь есть маленькое зеркальце, узенькое, вообще неудобное. И, конечно же, вот такая вот кисть, спонж. В общем, я ее пользовалась только один раз. И скажу честно, мне не понравилось. Ну, кому нужны вот эти вот спонжи, если у меня есть целый набор кистей приблизительно в той же тематике? Единственное замечание, не знаю, считать это плюсом или минусом, у нее есть отдушка. Пахнет, как будто бабушкино косметическое мыло. Не то, чтобы это меня раздражало, запах не передается, к счастью, на глаза. Ну что, давайте посмотрим на эту красотку в действии. А я пока умолкаю и начинаю делать макияж глаз. Продолжение следует... Палитра цветов у нас начинается с самого светлого, практически белого оттенка. И плавно переходит в такой более темно-баклажановый оттенок. У нас есть как и теплые оранжевые цвета для растушевки, так и более темные для выделения внешнего века. И холодные, и теплые коричневые. В общем, вся палитра цветов, которая нужна для любых видов натурального макияжа. С макияжем глаз мы почти закончили. И сейчас, с вашего позволения, я хочу немножко припудриться, потому что начинаю блестеть. В реальной жизни это ок, потому что выглядит более-менее... Но так как я снимаю, на меня светят два осветительных прибора. Мое лицо выглядит как жирный блин, и это не очень красиво. В качестве пудры я буду использовать транспарентную прозрачную пудру еще с прошлого видео о покупках. И, конечно же, вот такую кисть кабуки. Я сегодня без консилера, и знаете, мне нравится, как улетит сейчас моя кожа. Не знаю, как это будет выглядеть на камере, но вживую это прям очень натурально. Я уже подкрасила ресницы, и сегодня не буду делать подводку и стрелки. А хочу попробовать вот такую вот еще одну покупку. Это накладные ресницы, которые у нас самые популярные на сайте Алиэкспресс. Потому что их здесь много, они 5 копеечные и максимально натуральные. Сразу предупреждаю, в комплекте не шелк клей для ресниц, но это понятно за такую-то стоимость. В общем, уже прошло часа пол, наверное, с того момента, как я не могу приклеить эти ресницы. У меня реально все уже в клею, пальцы склеились, ресницы у меня по всей квартире. И я понимаю, что я еле-еле их разместила на глазах, потому что вот эта вот основа, которая должна быть подвижная, которая должна огибать глаз, она просто деревянная. Это просто кусочек лески для ловли щуки, мне кажется, потому что она плотная и толстая. Она не изгибается даже. И просто жесть, тут какое-то вон пятно клея до сих пор осталось. Я его не могу убрать, потому что у меня снимается вместе с ресницами. Вот эта еще более-менее нормально приклеилась, она на месте. На себе я их не ощущаю, они довольно легкие. Я использовала уже штук 5, наверное, пообрезала их. Короче, я не знаю, это какой-то трешак. У меня сейчас по всей кухне, мне кажется, разбросаны кусочки ресниц. Это очень ужасно. Я сейчас буду, наверное, пересусить. Все дело в том, что я умею клеить накладные ресницы. Это далеко не моя первая пара. Я не знаю, почему у меня сегодня руки не оттуда выросли, или что-то реально не то с ресницами. Вот, наверное, вот так будет видно. Вот она длина. Длинненькие, красиво разделенные. И, наконец-то, мы двигаемся к губам. Но перед этим я хочу немножко освежить цвет лица. И хочу воспользоваться своими румяхами любимыми. Тоже с Алиэкспресс, моих старых еще покупок косметики. Сейчас тоже это мой мастхев в ежедневном макияже. Сейчас мы немножечко придадим живости лицу. Ну, вот так вот, наверное, получше будет, да? Для губ я выбрала вот таких вот три продукта. Это тоже самое нашумевшее, популярное. В общем, все, как я люблю. Начнем, наверное, с матовой помады. Я думаю, вы понимаете под кого-то за кос. Это, кажется, Kylie Lips Cosmetics от Kylie Jenner. Ну, в общем, очень похожая упаковка, во всяком случае. Потенок у меня номер 01. Это матовая плотная помада. Сейчас посмотрим, как это будет выглядеть на губах. Сразу говорю, губы у меня не в лучшем состоянии. У меня здесь две ранки, но вы уж меня простите. Надеюсь, цвет это все перекроет. Есть легкая душка, я слышу запах дюшеса. Очень красивый цвет, идеальный матовый. Посмотрите, какой оттенок на губах и какой у нас в упаковке. Это явно более теплый розовый на губах. В упаковке он более нюд, более спокойный. В общем, после нанесения помада немножко темнеет. Посмотрите, видите, часть покрытия с нижней губы у меня перешла на верхнюю. Потому что помада очень липкая. И верхняя губа украла покрытие у нижней. Ужас, я такое еще не видела. Ну, боже мой, почему такой красивый цвет и такое не очень качество? Итак, следующий продукт для губ. У меня вот такой вот тинтовый блеск. Очень популярный на Алиэкспрессе. Один из самых продаваемых. Я думаю, вы видели везде эту упаковку. Значит, нам нужно сейчас его нанести, подождать, пока он высохнет и снять пленкой. Должен он оставить вот такой вот красивый розовый тинт. По запаху это напоминает мою клеевую маску для носа. Вот эти вот полоски, помните, которые, кстати, тоже на Алиэкспрессе есть. Цвет вот такой вот ядреный-оранжевый. Сейчас посмотрим. А-ха-ха-ха-ха! С ума сойти! Посмотрите на этот цвет. Типа неон какой-то. Посмотрите на этот цвет губ. Я просто в шоке. Это такой химозный, неоновый цвет. Ах, растекается меня. Я не носила до конца, потому что здесь у меня ранка. Я извиняюсь. У меня губы почему-то сегодня покоцанные. Слегка сначала пекло на губах. Очень сильно сейчас развит алкоголь. И я, наверное, буду не разговаривать, потому что губы у меня начинают активно слипаться. Ну что, ждем, пока это все высохнет. Прошло минут 5-7, и я готова снимать пленочку. Офигеть! Ох! Я в шоке! Цвет просто очень милейший. Губы стали матовыми. Действительно, как будто это мой натуральный цвет губ. Мне очень нравится эффект. Губы не пересушенные, но и не увлажненные. К моему удивлению и к огромному количеству негативных отзывов на этот продукт, мне он понравился. Действительно, он просто в использовании, легко снимается и оставляет очень нежный, такой девчачий розовый оттенок губ. Мицеллярной водой я уже сняла оттенок. И время приступать к последнему продукту для губ. Это вот такой вот бальзам Алоэ. Им я пользуюсь довольно часто. Это мой такой легкий способ ухаживать за губами и при этом немножко их подкрашивать. Бальзам у нас в тюбике вот такой вот зеленый. Но как только вы наносите его на губы, начинает проявляться таким более ярким розовым пигментом. Он очень приятно пахнет и просто неимоверно легко скользит по губам. Напоминает мне поток консистенции по своим качествам. Если помните, в Арифлейме раньше были бальзамы для губ, такие белые, с таким стержнем розового цвета, увлажняющие такие бальзамы. Очень были они популярные. У меня их штук, наверное, 10 за все время было. Вот это просто точная копия. Мммм, но ей просто губы ликуют. Как видите, начинает проявляться пигмент. А тем временем на губах он у меня уже насыщенный розовый. Мне, честно говоря, очень нравится и эффект, и его увлажняющая составляющая. Конечно же, его копеечная цена. Единственное, очень долго в Киев он шел. Но это действительно того стоит. И завершающим этапом моего макияжа будет нанесение хайлайтера. Я выбрала самый известный хайлайтер не только на Алиэкспрессе, но и в мире. Потому что это реплика The Balm. Их знаменитого хайлайтера Mary Lou. У меня на самом деле это набор, состоящий из трех продуктов. Ну, в общем-то, я покупала его только ради хайлайтера. Вот он, вот такой вот красивый. Посмотрите просто на эту упаковку. Одно удовольствие ей пользоваться. Красивое зеркало, идеальные продукты, большое количество этого продукта и пятикопеечная цена. В общем, давайте посмотрим, как это работает. Дает довольно деликатное свечение. Это не такое светоотражение, как я привыкла на себе видеть, когда просто все слепнут. Но, тем не менее, это красиво. Действительно выглядит, как будто натуральный хайлайт. Такой ухоженной, свежей кожи. Вот он двигается, перелив света. Такие нежные, мелкие, золотые частицы. Ну, очень аккуратненько смотрится на лице. Если вы не фанат прям такого стробинга или активного хайлайта, определенно продукт для вас, потому что дает мягкое, такое натуральное свечение, как говорят, изнутри. То, что нужно для натурального ежедневного макияжа. Да. Практически каждый продукт, который я сегодня брала в руки, мне приносил неимоверное удовольствие. Будь то обычный бибикрем, который стоит меньше 2 долларов. Будь то самый обычный бальзам оттеночный для губ. В общем, это еще раз подтверждает то, что не обязательно дешевая косметика отвратительного качества. Иногда это бывает наоборот. На этом все. Надеюсь, это видео вам полезным или интересным. Не забывайте поставить пальчик вверх. Если это так, подписывайтесь на мой канал. Если не подписаны, кликайте на другие видео. Там тоже будут макияжи с косметикой с Алиэкспресс или какие-то обзоры. Спасибо вам большое за внимание. А я вас всех целую. И пока.